Ну что, ребята, вот он, первый лед. Всем привет! Сегодня 26 октября, утро, и как видите, у нас стал первый лед. Ну это, конечно, шутка, просто немного замерзла лужа. Сегодня минус 5 с утра. Вот такие небольшие водоемы, пересыхающие. Сейчас поутру начинают замерзать. Здесь вот грязь еще. Опа! Ну как видите, ледок-то есть. Первый, небольшой. До настоящего первого льда остается где-то 3 недели. Потому что, по моим наблюдениям, как раз вот 18-20 ноября приходят первые морозы. Такие хорошие. Ну да, до минус 15-18 бывало. И как раз ледок первый вставал. Вот в таких вот небольших водоемах, то есть чуть поглубже, конечно, водоем должен быть. Но где непроточная вода, там быстрее температура воды падает. Как раз лед встает. Поэтому вода пока везде открытая. Я пойду сейчас вот буквально на соседний ерик. Попробуем половить на поплавочную удочку что-нибудь. Посмотрим, что там будет вообще интересно. Льда нету. Вот он замечательный, этот ерик. Это место, которое мне очень нравится. Вот такой здесь проход между двумя стволами ивы. Смотрите, какая красота. Да, вот это краски осени здесь. Как же красиво. Вот такая у меня снасть. На веточке, на палочке. Поплавочек. Сколько он здесь грамм-то? Два грамма. И два крючочка. Да, штиль такой. Такие краски классные. Хорошо, что сегодня тучи. Тучи, конечно, это приятно. А удилище у меня сегодня 5-метровое. Здесь 6 метров не надо. Ну и короткое слишком тоже не нужно. Потому что сейчас уровень воды-то низкий. Все обмелело. У берега, может, совсем мелко. В общем, посмотрим. Да, 5 метров самое то. Скорее всего, поглубже будет. Вот. В принципе, вот сейчас отлично. Чуть он вбок поплавок. Отлично. Установлю еще рогатку. Не знаю, длинную, наверное, взял. Немножко сейчас. Вот так вот. Сломаю. Туда куда-нибудь надо. Вот так. Отлично. Получилось, чтобы ее вот так положить. Уделище в воде не было. Вот. В принципе, не перевешивать. Но можно еще, как обычно, вот такую контр-рогатку, чтобы она не поднималась. И вот будет, если как-то вот так сделать. Ну, вот, видите, уже баланс. А вот, кстати, вы видели, что у меня в красном ведре? Полное ведро прикормки. Это у меня была старая прикормка. Там она на дне. Она немного закисла. А это я свежую сделал. И вот, кстати, видите, добавил немного жмыха с лета. Ну, и хочу сегодня туда все закинуть. Ну, может, по мере возможности. Это горох с перловой крупой, как обычно. Ведро-то само по себе небольшое, но маленькое. Это красное ведро, я уже говорил. Оно 7 литров всего. И вот теперь надо туда. Шикарно. Просто шикарно. Получается все. Сейчас посмотрим, что будет с ведра прикормки. Ну, я не всю сейчас закину. Да, это просто успех. Ну, вот так осталось прикормки. Но потом еще сюда стороночку поставлю. Так, червей-то я еще не насадил, да? Надо червей насадить. Вот так вот. А червей, кстати, я в запазуху положил. У меня здесь пододета зимняя куртка, потому что, ну, прям прохладно. Вот они, красные черви. Какая красота. Главное, чтобы не мотыль. Ну, и все. Вот так туда. Но, по моим наблюдениям, карась приходит через полчаса, сорок минут. Вот так. Уже прям карась будет один за одним ловиться. Если он здесь есть, я пока не знаю, есть ли он здесь. Да. Вот и осень, можно сказать, заканчивается. Уже хочется мороза и льда. Уже на льду походить хочется. Прошлую неделю тепло было. С утра сильные туманы. Три дня подряд. Все туманом окутало. И даже ночью туман был. А сейчас погода меняется. Тучи. То мороз, то тучи. Не знаю, будут ли осадки. Давно уже дождя не было, кстати. Может, нет пойдет. А вид вокруг просто шикарный. Картины можно писать. Вот она, первая поклевка. Не успел снять. Резко так потащила. Смотрите, ложит. Скорее всего, карась. Ох, как удочку уже потащила. Да, рыбка тяжелая. Смотрите, на верхнем, кстати, попался крючок. Ох, ну такой неплохой, кстати. Что интересно, мелочь вообще не клевала. То есть мелочи не было никакой. Вот он, первый карась и все. О, сейчас вам еще кое-что интересное покажу. В общем, карасик есть. Смотрите, на нижнем крючке губка бодяга. Здесь даже бодяга, видать, растет. Вот она. Даже черви остались. Ну, полчаса, даже меньше, может быть. Вот он, карасик-то, первый. Первый карась. Есть. Это шикарно. Так, я, наверное, сейчас в эту сторону выводить в ту буду. А вот карасей сюда буду закидывать. Сейчас, в принципе, прохладно. Можно их и ведро класть вообще. Ну, пускай вот так в садочке будут. Смотрите-ка, да, температура воздуха, воды как упала. А он еще активен, карась. Смотри, как повел. Да, это карась. Вот сейчас взял на нижний крючок. Вот так. Как же приятно. Вот иногда просто половить, посидеть карася. Я вот себя ловлю на мысли. Вот эта тишина. Все-таки на моторе в последнее время ходил. Ну, шум, гам. Вот это целый день. Полощешь эту водную гладь спиннингом. Приятно, конечно, когда крупная рыба ловит. Да, но вот иногда хочется. Я бы сейчас с удовольствием еще бы посидел, например, на закидушке. Надо попробовать. Кстати, я как-то ловил 29 октября. Последний раз нажму их. Сейчас не знаю, что будет. Вот закидушки люблю. Смотрите, по-моему, поклевку сразу только закинул. Вот кто-то пробует. Типичная карасевая поклевка. Ох, фокус, фокус. Фокус потерял, повел. Ух ты. Ну, какое же это удовольствие. Кстати, это, по-моему, крупнее караси-то. Чуть-чуть крупнее вроде. Или такой же. Кстати, они здесь такие светленькие. Здесь вода, в принципе, проточная. Это не закрытый водоем. Они такие светлые здесь, приятные. Вот хоть одного вам показать карася. Смотрите, какая у них чешуя, кстати. Когда-то, видать, сбита была. Вот такие они здесь. Они светлые достаточно. То есть, в таком на болоте, в каком-то закрытом водоеме, на луже, они более темные. А здесь они прям светлые, серебряные караси. Вот такие. Ну, прям серебро. Опа! Да нет, в принципе, такой же где-то. Одного размера. Они совсем такие крупные, но хорошие. Прям такие лапки. Чуть-чуть вот ветерок раздувает. Кстати, вот сейчас вот достаточно быстро взял. Вот, смотрите, только закинул. Будет поклёвка, нет? Опа! Что-то подбросило. Вот и ложит. Выкладывает. Так, ну, эта поклёвка 100% красивая. Опа! Смотрите, как повел. Кто это? Мне показалось более светлый. Я думал, может, какой-нибудь подлещик. Такой карасик интересный прямо. Ох, какой кругленький кругляш. Кругленький кругляш. Сейчас опять буду говорить, что это платник. Все караси одного размера. Ох, платников у нас нету. А карасики почему здесь такие? Ну, вот такие вот здесь живут. Красавчики. Одного размера. Вода сильно упала. И вот видно, сколько по берегу всяких моллюсков. Мёртвых уже. Просто раковины моллюсков. Вот это вообще просто огромная раковина. Посмотрите. Вот ладонь возьму сейчас. Огроменная. Громадная. Жемчуга нету. Вроде не видать. Грязь есть, а жемчуга нет. И вот так вот вдоль, везде она лежит. Вот эта ракушечка. Счастье и веселье. Эти караси. Вот. Смотрите, какой. Отличается. Темные плавнички такие у него. Сейчас я вам покажу наглядно. Да, рябь пошла по воде. Раздувает. О какой. Видите, какие бывают тоже. Размер все тот же. В принципе. Больше нету. Сейчас попробую заснять, как он клюет сразу-то. Поплавок прям положил. Я думаю, это карась. До этого пара куни еще ловилась. Я, наверное, их не буду добавлять в видео. Кстати, смотрите. Все-таки как-то я неудачно, наверное, выбрал точку. Эх, улетело. Опять бодяга была на нижнем крючке. Слетел кусок. Вот он. Поменьше немного. Поменьше пойдет. Вот так прикольно он сейчас выкладывал поплавок. Прямо типичная карасевая поклевка. Так. Поплавок. Такая прикольная поклевка была. Я чуть ближе к берегу положил поплавок. Его выложила, так потихоньку поклевал. Да, карась. Прямо уже ближе к берегу. Смотрите, опять. Опять эта губка пресноводная на нижнем крючке. Вот что-нибудь удивительно. Вот она, видите. Как-то я здесь место так выбрал, что ее здесь куст, видимо. Такой запах у нее. Я не знаю, как сравнить с огурцом, что ли. Каким-то. И вот карасик там сейчас пришел. Ну, естественно, прикормку. Удивительно. Вот пару окуней всего было. А, весь карась стоит. Ух ты. Как он выложил поплавок-то. Вот он. Вот он, красавчик. Иди-ка сюда. Дружок. Пирожок. Холодные такие берешь в руку прям. Зимой-то, конечно, руки стынут. А сейчас просто холодные, непривычно. Карасики. Как-то поклевки, знаете, то сразу несколько поймаю, то жду. Нет такого прям активного уж совсем клевого, честно говоря. Вот так вот смотришь, смотришь. Вот видите, поклевочка. Да, карась. Ну, не сразу, не сразу берет. Но карась есть. Шо уж там грешит-то. Карасики шикарные. И вон какие. Просто шикарные карасики. Круглые, блестящие, как настоящие. Красота. Опа. Мимо. Мимо получилось. Вот поклевка. Где-то с полминуты вот так вот поклевка получилась. Я это вырежу, конечно, время, когда ждать. Ну и вот она началась опять. Да, опять карась. Сто процентов карасик. Опа. Прям сейчас активненько стало. Только я начал, как говорится, на нытье. Только начал вам рассказывать сказки, что карасик-то не клюет. А он, вот он. И вот он опять. Красавчик. Попался чуть-чуть поменьше. Поменьше, да. Поесть. Так, поплавочек на месте. Все, одним кадром, можно сказать, снимаю. Сейчас камеры вообще не выключаю. Потому что вот клюв начался. Ух ты, побежал. Побежал. Иди сюда, иди. Ох, кто там такой. Очень бойкий карась. И вывезти не мог. А вот он. Ну, удивительно, кстати, размеры. Одни и те же практически. Но меньше чуть ловится. А в основном. Вот он весь стандарт. Смотрите, какой карась попался. Я сейчас камеры заряжаю. И вот он попался. Черный просто карась. Темный такой. Чернявый. И клюет сейчас один за одним. Я уже не знаю, что с этими карасями делать. Пока я эту камеру заряжал. Сейчас одним за одним клевал. Таскал. Даже такие крупные есть прям. Смотрите, сколько я поймал уже. Просто огромное количество карасей. И вот она. Поклевка тут же. Пока, правда, непонятно, карасевый или нет. Вот, потопил. Смотрите, какой карась хороший. Крупный. Е-мое. Уже несколько прям хороших вытащил. Хотя этот примерно такой же. До этого прям такие крупные были. Все, буду я собираться. Караси обловился. Наверное, это самая удачная. Ребалка по карасю получилась. Ну, по времени так мало. Особенно сейчас под конец он клевал хорошо. Ну, очень много карася. Ну, посмотрите, сколько. О! Где-то были экземпляры прям хорошие там. Так, я хочу, знаете, что сделать? Прикорм, потом мне это еще осталось. А что с ней делать? А надо рыбу покормить, да и все. Спасибо вам, карасики. Растите дальше. Радуйте других людей, рыбаков. И меня как-нибудь порадуйте. Камера выключилась. Е-мое. Вот так ведерко сполосну сейчас. Мое красное зимнее ведро. Вот, отлично. Посмотрим, сколько это карасей в акваваленте ведра. Ой, ну тут явно больше ведра будет. Скижу скользкие. Вот какие экземпляры тоже попадались. Двенадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Вот такой у меня результат получился. Восемнадцать карасей. Полное красное ведро. Просто битком. Как в старые добрые времена. Зимой обычно тоже полное ведро я наловлю. И иду домой. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Я домой. Ждем зимы. Ну, до зимы-то еще будут видео. Но, конечно, хочется уже зиму. Пока. Красота. Вообще красота. Шикарно. Вышел с Ерика. И вы посмотрите, какие здесь облака. Просто глаз радуется. Такие прям на весны красивые облака. Давно такого не видел. Только весной, наверное. Рыжка мручит. Рыжик. Кс-кс. На. Это тебе. Давай, зверюга. Действуй. Да иди уже. Все. И этот зверь знает, что делать с рыбой. Ну, господи. Просто лев. Все. Поняс. Продолжение следует. До Богу.